Нашим бойцам волонтеры в этой кузне помогают практически с первых дней специальной военной операции. Сначала делали примитивные горизонтальные блиндажные печки из газовых баллонов, потом переносные буржуйки из профильных труб. Сейчас уже и старые модели доработали, и даже придумали новые. За все время на передовую кузнецы отправили более трех тысяч таких вот изделий. С ребятами на линии соприкосновения связь держат напрямую. Соответственно, кроме отзывов по уже готовым печкам поступают и просьбы сделать новые изделия с конкретным функционалом. Пишут, либо приезжают сюда за ленту, звонят, что нам и соседним подразделениям они уже собирают, надо то-то, то-то и то-то. И вот, ребята, когда приехали в Агнараду не так давно, нам нужно там две печечки, ну и что-нибудь. Стали узнавать что-нибудь, и это очень большие списки. Мы уже по опыту знаем, ребята, вам наверняка помыться надо. И они попросили вот такой котел. Ну что им даст котел, когда свободно здесь, и это Ростов. Ну мы им решили сварить баню, баню-каменку, настоящую, хорошую баню-каменку. Такую вот баню сначала растапливают дровами, затем в сетчатую рамку насыпают камни, на которые будет поддаваться кипяток. Пока сделали только одну такую печь. Ее отправят на передовую, и уже исходя из отзывов наших бойцов, приступят к массовому изготовлению. Другая новинка в кузне – это теплые лампы. Нам привезли большое количество огнетушителей. Ну подумали, подумали, и вот я придумал сделать такие лампы теплые. Погреться, осветить помещение и даже вскипятить кружку чая. Пока изготовили всего несколько штук, но готовы в месяц увеличить объем до 800. Конечно, без пополнения в команде волонтеров не обойтись. Лишних рук в добровольческом деле не бывает, говорят кузнецы. Причем волонтеров здесь ждут не только из Рязанской области, но и других регионов. Так, например, Роман Салихов приехал помогать из Москвы. Приехал я в Рязань в воскресенье на прошлой неделе, и вот нахожусь в кузне ежедневно в течение последних пяти дней. Постигаю новое ремесло и наслаждаюсь процессом. Особенно наслаждаюсь от осознания того, что то, что мы здесь производим и делаем, может помочь нашим ребятам. К примеру рязанских кузнецов уже последовали волонтеры в Белгороде, Воронеже, Твери, Краснодаре, Питере и Татарстане. А еще в кузню приносят не только материалы для печек, но и гуманитарку. Сухпайки, медикаменты, маскировочные сети и теплая одежда – такие грузы собирают благодаря неравнодушным рязанцам. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».